И 3, 2, 1 Всем привет, друзья, с вами Хедвик В общем, мне сегодня мама подарила Лего-человечка В честь Хэллоуина, я очень счастлив Ладно, всё, хватит прикалываться Шутки в сторону Друзья, всем доброе утро, надеюсь, утро у вас задалось прекрасное, я вас поздравляю с этим новым днём, надеюсь, вы сейчас себе что-нибудь делаете такое максимально вкусное, какой-нибудь там бутербродик яичненку, что-то вот вроде такого, завариваете себе чаёчек-кофеёчек Я вас приветствую, с вами, как всегда Стефан, я сегодня подготовил для вас очень много интересных и классных новостей и прежде чем мы начнём хочу вам сказать буквально две вещи Во-первых, хочу вас всех сердечно поблагодарить за то, что вы просто уничтожили нашего уважаемого жадного Евгения Он, кстати, стоит за кадром, улыбается так хихидно Получил много гнусных комментариев Ну всё правильно, всё по делу Так что да, ваша поддержка очень помогла Так что ролику быть И мы даже согласовали ещё один ролик Так что, в общем, молодцы Капайте ему дальше Даже в конце этого видео можете ему накидать чтобы он выдавал бабла Чтобы он вдруг не забывал И второе объявление Это для тех, кто, возможно, не знает что вообще в целом магазин 3DIY это магазин различных комплектующих магазин по производству 3D принтеров и различных материалов и аксессуаров к ним И если вы вдруг не знали то для всех новых пользователей которые зарегистрируются на сайте действует прекрасное предложение По промокоду YouTube вы получаете скидку в размере 10% на ваш первый заказ Соответственно, если ещё не делали заказ пожалуйста, всё, регистрируемся пишем промокод YouTube получаем скидку 10% Если вы вдруг уже регистрировались то, пожалуйста, есть почта друзей Обманите систему Получите скидочку 10% А? Как я? Хитрость, какую вам придумал сейчас Минус 10% из моей зарплаты Да, Евгений? Всё, ладно, друзья Ещё раз, как всегда С добрым утром Приятного аппетита Мы начинаем 9T Labs Тестирует гибридную 3D-печать Значит, смотрите Есть такая компания которая называется 9T Labs Она расположена в городе Тюрих, Германия И они занимаются аддитивным производством Какая задача стоит перед ребятами? Они хотят протестировать абсолютно новый какой-то скоростной метод по строению 3D-печатных объектов Они назвали эту технологию аддитивный синтез AFT Что это значит? Ну, как они говорят это какой-то очень быстро отверждающийся компаунд и он обеспечивает очень высокую детализацию печатных изделий Для чего это нужно? Они хотят попытаться поконкурировать с традиционными методами изготовления деталей из алюминия То есть они занимаются вообще профиль у них это аэрокосмонаптика То есть производство всяких ракетных комплектующих И с помощью своего вот этого способа гибридного AFT они хотят попробовать нагнуть классические способы изготовления алюминиевых фигур Что у них получится Бог его знает Но будем ждать их результатов Надеюсь, что они их опубликуют Желаем им удачи Virtual Foundry предлагает запекать напечатанные детали в микроволновке Что я об этом думаю? Ну, как минимум это очень интересная идея Кто такие вообще Virtual Foundry? Это компания, которая производит металлосодержащие пластиковые нити для FDM принтера То есть по своей сути это металлизированный обычный проток пластик Но способ который они предлагают по спеканию такого пластика заключается в том что они рекомендуют засунуть их пластик в микроволновку Соответственно несколько минут там идет волновое облучение как-то там этот компаунд ну, собственно сам пластик он растекается и у вас идет спекание вот металлических слоев Для тех, кто не знает обычно это все дело производится в печи при очень высокой температуре но компания заверяет и она уже провела успешное испытание что их алюминиево содержащий пластик запекается действительно в микроволновке Что ж так что теперь мы можем с вами разогревать горячие бутерброды и вместе с этим разогревать наши детали напечатанные из их пластика По-моему это очень прикольно во всяком случае это очень удобно потому что теперь мы можем с вами в буквальном смысле дома получить металлическое изделие Ну, круто же? Круто! Желаем ребят удачи и надеемся что у них появятся какие-нибудь еще разновидности этого пластика и что он вообще доберется до нас потому что я бы такое честно очень бы хотел попробовать Градиентный пластик PLA ERIONE Tricolor был представлен на рынке Для тех кто вообще не знает что это такое ERIONE это очень хорошая компания по производству фотополимерных смол и соответственно прутков и у них есть такой пластик он тогда был просто если не ошибаюсь назывался DUPLE COLOR то есть это хамелеонистый пластик который переливался из одного оттенка в другой то есть например там и синего в желтый а сейчас они сделали новую разновидность такого пластика триколор то есть он тебе совмещает сразу три цвета то есть хамелеон становится более таким плавным более таким изощренным и особенно это будет классно видно на чем нибудь вот эдаком то есть шероховатом с разными текстурами вот для этого этот пластик очень прям вообще то что надо в чем его особенность значит основа у него PLA то есть им можно печатать там без всяких боксов без каких-то там специфических настроек то есть справится абсолютно любой производитель предлагает четыре на данный момент пластика на выбор значит какие есть цвета красно-синий зеленый золото-серебряно-медный оранжево-голубо-зеленый и красно-золото-пурпурный вот то есть оттенки такие достаточно интересные в любом случае это будет очень красиво также основа самого пластика это полосил то есть он очень такой нежный на ощупь и в целом он выглядит очень приятно на данный момент выпускается этот пластик в двух различных вариациях то есть есть так называемая промо-пачка это четыре катушки каждого вида по 250 грамм ну аля на пробу либо же килограммовый пластик уже доступен для заказа пожалуйста там welcome aliexpress и любая другая платформа любой другой магазин интегратор кто это продает и хочется закончить эту мысль во-первых то что классный пластик я бы его очень бы хотел бы попробовать и распечатать так что я думаю что жадного жека мы все-таки уломаем хотя бы на одну катушечку а во-вторых хочу с вами поделиться не какой-то там рекламой а сугубо тем что я пользуюсь в общем компания Erevan как я уже сказал ранее они производят еще фотополимерную смолу я все это время печатал на не кубике и как-то он мне вообще не нравился и тут я попробовал смолу Erevan которая water washable то есть водорастворимая и ребят это просто вообще нечто это настолько лучший продукт по сравнению с ини кубиком что после этого желания печатать кубиком как бы просто вообще больше нет и в общем водорастворимая водорастворимая смола это прям реально тема очень удобно пришел в ванну поставил свою деталь просто замыл с ферри губочкой протер засветил на солнышке и все получил готовое изделие то есть никакого запаха спирта никаких там обожженных рук ничего такого нет очень классная смола рекомендую и сейчас будет действительно реклама но как бы как есть смола от компании Erevan продается в магазине 3DiWi поэтому если вы вдруг захотите после моего совета попробовать эту смолу я вам как бы ерунду советовать точно не стану поэтому попробуйте обязательно Erevan и Water Washable и также в магазине вы можете найти которая тоу это такая более крепкая и ABS лайк смолу то есть здесь это все есть в наличии поэтому welcome пробуйте и пишите ваше мнение что вы думаете об этой смоле но я вам гарантирую что от этой смолы вы будете под приятным впечатлением по сравнению с они кубиком двигаемся дальше VoxLab предлагает 3D принтер Akila D1 интересная правда новости ну а почему бы и нет мы как бы в 3DiWi открыты люди мы готовы пиарить даже конкурентов и вот сегодня на обзор новостной разумеется нам попался вот такой вот Akila D1 для тех кто не знает что такое вообще VoxLab что такое Akila это китайский производитель принтеров это дочерняя компания FlashForge то есть FlashForge я думаю у вас у всех плюс-минус там на слуху вот соответственно компания их дочка делает тоже такие достаточно достойные принтеры и почему хочется вам рассказать про Akila D1 это по нескольким причинам во-первых принтер действительно классный то есть я это говорю вам абсолютно без какого-то там зазрения совести классный маленький компактный принтер драгостол классический но на рельсах что очень даже приятно во-вторых у него новый усовершенствованный экструдер если не ошибаюсь там по-моему стоит даже директ или не директ но короче экструдер там выглядит действительно как надо у него там хорошая прижимная сила и в целом вообще весь принтер очень такой футуристичный симпатичный и более того у него выросла область печати до 235 на 235 на 250 стоит недорого выглядит красиво хорошо печатает и на рельсах по-моему идеальное предложение а и второй момент касательно данного принтера почему я хотел с вами его обсудить это то что компания VoxLab обещает посадить по одному дереву за каждый купленный данный принтер так что новость экологичная новость в целом интересная я думаю что если вы фанаты принтеров из Поднебесной то как минимум стоит рассмотреть такое предложение а если у вас есть такой принтер если вы вдруг заказали то пожалуйста делитесь вашим мнением применение 3d принтеров от Kings 3d в производстве защитных шлемов недавно бюро организации дорожного движения в Китае запустило эдакий флешмоб который называется шлем и ремень значит на что это все дело рассчитано правительство немножечко устало от того что люди на гироскутерах на всяких электрических велосипедах ездят без шлемов и они на законодательном уровне выпустили такой закон что все все вне зависимости от того на чем вы передвигаетесь будь то там моноколесо самокат и т.д. т.п. должны носить с собой шлем и соответственно спрос на любые шлемы он вырос вырос настолько что начали люди перепродавать их там в 5-7 раз дороже ну как бы классическая история как с айфона и какое было принято интересное решение в игру вступила компания kings 3d у них достаточно крупные мощности по 3d печати и они начали печатать людям вот просто обыкновенном шлемы на 3d принтере конечно новость такая сомнительная потому что во первых это в целом движение уже не новое но и так же как бы немножечко как будто хромает безопасность то есть я бы конечно напечатанный шлем но не стал бы надевать на голову но как бы то ни было спрос есть ребята все делают всем довольны и соответственно все эти пассажиры которые там катаются на своих моноколесах не получают штрафы от правительства что здорово компания керамбот предлагает новое поколение 3d принтеров для печатью керамикой я честно вот в керамике вообще вот прям не разбираюсь и начал изучать этот вопрос на примере керамбот пока изучал этот вопрос думал а как же так вот происходит что печать вот этим глиняным раствором идет или там керамическим предположим детали как бы не сыпется и в общем ответ нашелся оказывается вот этот раствор керамический он это не просто как бы керамика которая смешана с водой а она содержит там в себе какие-то реактивы которые очень быстро ускоряют процесс отверждения вот этой вот керамики и соответственно когда у меня было тем там типа в голове что вот у тебя будет печататься деталь полметра она пока будет где-то на этом этапе у нее наверняка низ просядет или как-то деформируется а нет прикиньте какая хитрая история я вот лично этого не знал если вы вдруг тоже не знали то вот как бы мы с вами обмениваемся таким опытом но вернемся к компании значит керамбот что это из себя представляет их принтер это по сути большой принтер который может быть размером либо там кубик 40 на 40 50 на 50 и по-моему 30 на 30 да то есть есть там три версии как S, M, L по размерам кинематик у него Core X, Y я думаю что не надо объяснять почему так потому что если бы стол бы двигался то там вот эти все инерции плюс большой вес керамики они бы очень плохо бы отразились на печати принтер поставляется с соплами на выбор как 1,5-3 так и 4 мм также он поставляется в зависимости от размера с разным баком в котором у вас будет керамика это может быть там если не ошибаюсь 5 литров 15 и 36 на самое большое экструдер у него шнековый то есть сам раствор во-первых подается из пневматического цилиндра а там уже шнековый экструдер его как бы вгоняет в сопло и что самое интересное в этом во всем это то что ребята разработали какой-то уникальный способ подачи вот этой вот керамики в сопло таким образом чтобы воздух не попадался в керамику то есть он еще как бы делает дэвакуумизацию назовем ее так то есть убирает все пузырьки воздуха из керамической смеси для чего это нужно потому что если в напечатанной детальке из керамики будет какой-либо воздух то она при отверждении то есть при обжиге она может треснуть или даже лопнуть вот никому это не надо поэтому ребята вот действительно заморочились придумали такой классный способ собственно вот такой вот прикольный принтер я бы хотел с огромным удовольствием попечатать керамикой запечь это и не знаю вот сделать реально себе вот такую вот кружечку потому что керамика вообще сама по себе очень классный материал во-первых эстетичный экологичный и в целом он легко очень обрабатывается то есть там можно все зашкурить сделать там как хочешь уже после обжига поэтому движение классное мне очень нравится то что они сделали такой принтер как вам такое хотели бы попробовать попечатать таким делом пишите в комментариях китайские 3d печатные электромобили осваивают российский рынок да друзья вот так дожили то есть все больше не таких мерседесов санкционных там тигуанов ауди не знаю хуй ауди и все такое все пересаживаемся на китайские электромобили смотрите есть такая вот компания называется xf йо-йо йо-йо они печатают электромобили и их кузов и весь интерьер полностью напечатан на 3d принтере выглядит конечно это все на любителя то есть специфический вообще внешний вид автомобиля специфический интерьер и что самое специфическое это конечно же емкость аккумулятора этого автомобиля он составляет целых 7,5 кВт часов так как они заявляют хватит на 150 км но я в это вообще не верю потому что 7,5 кВт часов ну как бы это как 5 сегуэев ну то есть вряд ли он что-то это осилит значит на автомобиле стоит супер мощный движок V8 если бы вот стоит движок мощностью целых 20 лошадиных сил и в общем вес автомобиля составляет около 400 кг то есть вы получаете легкий такой гробик на котором можно рассекать по городам и надеяться что с вами ничего не случится честно вот мое мнение как бы движение прикольное то есть действительно есть какой-то прогресс движение там вперед но действительно ли это безопасный транспорт особенно с мощностью 20 лошадиных сил я как бы не берусь судить там какие-то другие города возможно там это еще будет нормально но в Москве с такой медленной слабой машиной да еще и которая там выдержит я не знаю от силы километров 50-60 пути это просто ну нецелесообразно и очень опасно потому что наши таксисты на фольксваген пола несутся так по проспектам что пока там какой-нибудь бедный человек нажмет на газ он уже боюсь попадет типа в аварию вот поэтому в любом в любом случае как бы то ни было машина уже в этом году поступит к компании quattro motors rus которая будет их здесь реализовывать так что возможно скоро на дорогах мы увидим модных ребят на электрическом напечатанном на 3D принтере автомобиля ну прикольно слышите что прикольно двигаемся вперед новости да как бы это в целом хорошо то есть я как бы с вами делюсь какой-то там умной пищей но также хочется с вами поделиться какими-то интересными проектами которые я также вот нахожу в разных социальных сетях вот и сейчас бы хотелось бы буквально пару-тройку таких проектов вам озвучить как минимум потому что это реально необычно youtube пользователь rc test fight у него сломалась газонокосилка и ему в голову не пришло ничего умнее кроме как сделать самостоятельно и вместо того чтобы использовать какую-то там леску от ремера он просто забабахал лазер 40 ваттный туда и собственно сделал как такой мини турель потому что пока что эта газонокосилка она на стадии прототипа она из собой представляет практически такой турель то есть она крутится влево вправо можно настраивать любой градус и фигачит лазером по траве самое что интересное это то что трава косится просто с ювелирной точности действительно газонокосилка с лазером косит траву и что самое прикольное она ее не пережигает то есть по крайней мере у него на видео не было замечено чтобы трава горела но летом однозначно я бы конечно такое бы не стал бы пробовать потому что это действительно очень опасно и плюс если у вас на участке водится какой-нибудь котик ну не хотелось бы ему поджарить его пушистую попку очень прикольный проект вот советую вам всем посмотреть ролик ознакомиться вообще как это все выглядит потому что там полная версия в районе 20 минут идет но не пожалейте времени очень прикольно переработка переработка древесины с помощью 3d печати для сохранения лесов как он в общем есть такая компания называется Desktop Metal как вы уже поняли из второго слова Metal они занимались производством и занимаются до сих пор производством 3d принтеров которые печатают металл но тут вдруг ребята задумались о природе о сохранении нашей матушки и придумали очень интересный эксклюзивный такой пока что пока наши китайские друзья до них не добрались способ печати деревом что это из себя представляет ребята просто закупают мелкую стружку древесную еще делают ее более мелкой то есть буквально стирают как это как скалтанус не извергнуть до атомов вот они тоже самое не извергают этот несчастный деревянный проток до атомов получает очень-очень мелкую пыль смешивают ее специальным ультрафиолетовым компаундом который собственно и производит процесс отверждения и просто послойно наносит эту самую древесную пыль напыляют туда раствор и засвечивают все вот у вас получается слой как говорят производители данного 3d принтера что можно создать абсолютно любую и натуральную фактуру дерева что как бы очень здорово и те примеры которые они показывали как выглядят их изделия которые напечатаны и покрыты лаком это просто вообще не отличить от какого-нибудь изделия которое выполнено на CNC станке то есть на данный момент чего они достигли скорость построения достигает 2 см в час что в принципе нормально область печати 350 на 220 на 200 ну конечно можно было бы чуть-чуть побольше но я думаю что для начала это очень-очень даже достойно и знаете что я на этот счет думаю думаю что это офигенно и думаю что я хочу это по господи помилуй думаю что я хочу это попробовать сделать здесь пожалуйста дайте знать если бы вы хотели посмотреть такой ролик значит я что думаю найдем деревянную стружку действительно ее заблондерим не знаю как-нибудь еще ее сделаем меньше может быть просто соберем какую-то реально древесную пыль смешаем ее с фотополимером и попробуем что-нибудь напечатать и посмотрим что из этого получится мне кажется достойная неделя для ролика если вам было бы это интересно посмотреть не забывайте об этом делиться в комментариях потому что я читаю все ваши комментарии наблюдаем за рыбками с помощью напечатанного подводного дрона два старшеклассника из Польши делали собственно выпускную работу они там в какой-то очень там умной школе учатся с инженерными наклонностями как-то странно правда звучит с инженерными наклонностями ну как бы то ни было в общем да двое школьников собрались выпускной проект в чем будем делать бро бро давай сделаем какой-нибудь подводный дрон чтобы наблюдать за рыбками а давай бро все объединились помозговали и сделали такой проект самое что интересно это то что этот дрон по сути полностью практически сделан с помощью там переда печати чего-то не добились дрон погружается на глубину в размере 80 метров нифига себе да то есть от него тянется огромный такой кабель который подключается к такому дисплею то есть по системе как бы FPV он работает и соответственно как бы вы и управляете и видите и это все на глубине до 80 метров и он действительно герметичный то есть полностью функциональное видео там тоже будет доступно по ссылке вы можете сами это все посмотреть офигенно тем более блин реально ребята школьники такое вообще придумали ну круто же потому что как бы такие дроны достаточно дорогое удовольствие круто ребята правда очень круто вы большие молодцы желаем вам удачи и развития ваших проектов вот следующая новость прям как бальзам для души не знаю так что-то я прям читал так улыбался такой вообще миленький принтер Tiny Maker это 3D принтер размером с ладонь сейчас было бы крут конечно если бы кто-то сюда бы что-нибудь нарендерил но как бы ладно Tiny Maker это самый компактный 3D принтер который печатает по системе MSLA то есть с в общем фотополимером он печатает и у него размеры ребят 100 на 115 на 155 миллиметров то есть это совсем прям крошка буквально там чуть-чуть больше чем мой телефон и что самое интересное он весит всего лишь 600 грамм вот вообще ну прям вот не могу мило дожуйте производители утверждают что для данному 3D принтеру требуется всего лишь 5 ватт мощности то есть вы можете буквально к этому этот принтер запитать от обыкновенного пауэрбанка брать его с собой куда угодно и печатать что еще из интересного область печати конечно у такого принтера не супер большая это всего лишь 3 на 4 на 6 сантиметров то есть 3, 4 и 6 ну для каких-то базовых знаний для каких-то школ для садиков там не знаю для приобщения человека к чему-то новому мне кажется этот принтер это просто разрыв в башке вот честно тем более он еще такой маленький весь такой симпатичный и самое главное он стоит всего лишь 100 долларов ну то есть это просто я считаю джекпот тянет джекпот если быть точнее круто офигенно 100 долларов ребята мне кажется мы бы все с вами бы купили такой принтер как минимум просто по приколу я бы лично точно бы взял но к сожалению сейчас с поставками все туго поэтому возможно когда-то мы его увидим но и возможно к тому времени тяни мейкер станет еще меньше гаджет напечатанный на 3D принтере может очищать из-за пропанул туалетной бумагой прикиньте ребята в общем ян мразок фамилия у него конечно интересная он программист энтузиаст который создал у себя там в карманных в карманных диванных войсках очень маленькое такое устройство которое похоже просто на вращающийся цилиндр и внутри у него стоит втулка обыкновенная как от зевы смываемая вот из картона в чем особенность его скажем так механизма то есть вы заливаете в этот бочонок ваш загрязненный изопропанул кидайте туда вот эту туалетную бумажку по бокам находятся источники ультрафиолетового света и пока это некая конструкция крутится идет засветка и вот этот грязный спирт который в себе содержит частички фотополимера они приклеиваются к вот этой к туалетной втулке и засвечиваются и как бы все это склеивается в одну массу и спустя там энное количество там часиков вы просто вытаскиваете вот эту грязную втулку туалетную на которую наросло там не знаю бог знает сколько этого налета из затвердевшей смолы а в банке у вас чисто изопропанул по-моему это очень классно то есть в любом случае мы все с вами так или иначе взаимодействуем с фотополимерными смолами кто-то больше кто-то меньше и все знают что если вы не используете водорастворимую фотополимерную смолу то к сожалению вам придется очень часто менять спирт и вот это вот решение оно очень прикольное то есть можно как бы вообще взять спирт просто засвечивать ультрафиолетом но вот как говорит Ян что именно вот туалетная втулка в тандеме с ультрафиолетовым источником вот помогает очень быстро вот этому спирту очищаться посредством как бы нарастания фотополимера на втулку нифига не понял ну очень интересно ян безусловно молодец очень очень творческий подход к решению действительно нужных проблем в заключение расскажу о последнем проекте которым я хочу с вами поделиться это называется напечатанный гексапот на базе андроид что такое вообще гексапот это по сути большой краб он может быть или паук он может быть как четырех лапы так и шести так и восьми в общем там есть разные конфигурации но пользователь на реддите сделал шести шестиконечного робота гексапода и все это дело управляется с помощью обыкновенного телефона на андроиде почему как бы выбран андроид ну как бы мне кажется не надо вам объяснять потому что там есть гораздо большие возможности для программирования и для постройки кода сам весь гексапод полностью печатается на 3d принтере то есть мы оставим вам ссылку вы можете знакомиться все материалы все файлы тоже там доступны то есть вы можете действительно там скачать у себя распечатать код то также доступен можете его скачать загрузить на телефон и все как бы все это собирается коннектица подключается сервоприводы и все у вас получается готовый гексапод вообще как бы вот эта вся робот-движуха особенно гексаподы это реально дорогое удовольствие и в целом какого-то такого полного проекта вот который позволит вам действительно вот все легко собрать там в каких-то домашних условиях его нет как утверждает пользователь реддит и его решение оно как бы готовое и справится абсолютно любой так ли это что ж я конечно в этом лезть не буду но если вы вдруг полезете то пожалуйста дайте знать получилось ли у вас распечатать дрона или нет точнее гексапода ну что ж рассказали про кучу всего я ставил вам на десерт крайне забавную новость ютюбер утверждает что гитек украл дизайн его и левелера знаете что ему ответил генеральный директор магазина гитек не спидел а вдохновился вот именно так я думаю он ему ответил потому что как бы ситуация такая достаточно мне кажется распространенная особенно в рамках мира и китая то есть там все копируется поэтому не надо этому удивляться есть такой ютюбер чак халабайк известный своим каналом филамент фрайды вот настолько известный что даже я его забыл да нет шутки шутками ну просто обзорщик мужичок в общем придумал такой карманный и левелер так называемый автолевел вот и что он увидел интересного он увидел то что в магазине гитек появилось точно такое же устройство просто там другого цвета и чуть-чуть с измененной формой что вы думаете он об этом обо всем рассказал в твиттере и все как бы друзья для тех кто не знает это Америка там пуканы рвутся просто на раз-два и в общем полмира уже обозлилось на гитек знаете такого блогера 3d printing nerd вот у него 600 тысяч подписчиков это как бы с 3d печатью это охренеть какая аудитория и собственно он прям публично заявил что все он расторгает все взаимоотношения с компанией гитек и что он как бы больше не будет с ними вообще сотрудничать поэтому да конечно китайцы думаю что немножечко пожалели потом о своем решении тихо стырить идею данного блогера и думаю что их продажи сейчас так знатно просели и это еще как бы не все то есть там очень много пользователей в твиттере бомбят что как бы гитек воры наглые там не знаю украли дизайн зачем вы это сделали но как бы что тут скажешь могу это закончить одной народной мудростью даже хочешь послушать народную мудрость в китае говорят так продукт не запатентовал китаец нахуй у своем тебя катал вот примерно вот так это все дело звучит это абсолютная правда если у тебя нет патента то все как бы считаю у тебя нет продукта ты сделал классный продукт все китаец его быстренько повторил так что конечно да это грустно наверное уважаемый блогер хотел нормально подзаработать деньжат сейчас как бы гитек там продал пару сотен этих изделий но в любом случае он привлек к себе гораздо больше внимания потому что антиреклама это тоже реклама это я вам говорю как маркетолог по образованию желаем ему не хандрить и в следующий раз патентовать свои изделия вот друзья ну вот как-то так в общем сегодня вот такой экспериментальный формат поделился с вами интересными проектами поделился с вами отдалением от микрофона надеюсь что меня было слышно вот с вами был как всегда Стефан надеюсь что сегодняшний выпуск новостей вам понравился обязательно пишите всякие разные комментарии но особенно я вас прошу написать Евгению что ему писать я думаю вы помните дай денег даже это рукожеки кстати жадного вот Женя говорит пишите пишите в общем все друзья как всегда вы все красавчики все молодцы подписывайтесь на наш канал не забудьте там по глубинцам стукнуть короче все вы знаете вы все умные ребята все с вами был Стефан большое спасибо за внимание и до следующего выпуска новостей пока